ГОМЕЛЬ 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 Уже завершены ремонтные работы. По шпарту готовности отримали больше, как 90% установы агульной середней и специальной адукации. Некоторые разом с комиссией наведала и наша сдымочная бригада. Пока школьники отримливают осолоду от летних каникул, в установах адукации во всю идут работы по подрыхтовке до нового научного года. У кого-то капитальный ремонт, у кого-то тебя лучше. В этом году с бюджету в области на работы по обновлению установы адукации было выделено свыше 11 миллионов рублей. А кроме того, пыльный уклад у ремонт срабили и сами установы, дякуючи сродкам, которые зарабили на оказании платных адукационных послуг. Многим так само допомогли шефы и спонсоры. Активно нам помогали неравнодушные люди. Прежде всего наши шефы – это вагоностроительный завод, это посильно, конечно, властной военный комиссариат, родители. И, конечно же, хотел бы в пояс поклониться буквально нашим работникам. Я, наверное, такой самоотдачи не видел даже в армии. Настолько люди каждый день себя отдают вот этой работе, подготовке к учебному году, понимая, что за этим стоит дальше. Для Гомельского кадетского училища этот научальный год знаковый. Установа перейшла под керонистом Головного управления адукации Гомельского обл. Виканкама. И по инициативе нового патроната тут уводят самостоянную организацию харчевания, отмавляючися от послух звонку. У гэтым годзе рады кадетов попаунили 48 хлопчыков и девчонок. У першыню за историю иснования в училище конкурс склау амаль два чалавеки на месца. 1 вересня и пошатковцы, и кадеты старейших классов заедутся в спальный корпус. Тут летом провели грунтовный ремонт, замянили 57 в окнах, обновили коммуникации, пофарбовали покои, обставили мебли и классы для паза-навучальной деяностей. А у Гомельским областным лицей с года в год укороняются новинки у систему энергосбережения, что дозволяет значно экономить. Был проведен текущий ремонт фасадов учебного корпуса, был проведен текущий ремонт электрочитовых, большие работы в системе отопления, в частности регуляторы тепла полностью поменяли новые, сделали техническое обслуживание рекуперации тепла, вентиляции. Мероприятия по энергосбережению, которые были осуществлены за ближайшие годы и этот год, они позволяют нам экономить бюджетное сигнование в размере 36% на коммунальные услуги. Все лето конкурс при поступлении в областный лицей доходил до трех человек на место. Набрали 216 новученцев. Сто из них приедут с сельской мясовости. Жития не будут у специальном корпусе на базе лице. Тут уже все готово до приезда новоселов. В Ветковском районе 1 вересня свои двери открыли адреконструированная Стокбунская середняя школа. По певных причинах ремонт тут затягнулся на некольких годов. Мясовые учени весь этот час отримулили веды в Святиловицкой школе. Мы находились на капитальном ремонте с элементами реконструкции. Была закуплена мебель. Все остальное, что нужно для учебного процесса. Школа обеспечена всеми кадрами и неподдимыми наглядными пособиями. На сегодняшний день у нас 79 учащихся. Первоклассик 8. Школа современная, поэтому благодарны всем, кто принимал участие для подготовки нашей школы к новому учебному году. С задачей привести установу в эдукацию належный стан, чтобы не было пытаний ни по технице доспеки, ни по якости эдукационного процесса, справились о малюсе. Пашпорты готовности отримали больше, как 90% установ. Остатным дадены тыдень для завершения ремонтных работ и ликвидации недохопов. Евгений Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадо, компания «Гомель». Международная летняя школа для немецких студентов и магистрантов открылась сёння у ГДУ «Имя Франциска Скарыны». На протягу двух тынёв замежные гости будут выучать особливости инклюзивной эдукации в нашей краине. Акцент будет сделан на работу с детьми с особливостями психологичного развития. Под обязанностей в наступном сюжете. Международная летняя школа в университете «Имя Франциска Скарыны» ладится уже не первый год. Дякуючи финансовой поддержке германской службы академичных обменов, студенты немецких ВНУ мают махчимость, знаёмятся с опытом нашей краины в самых разных сферах. До приклада, в минулом году школа имела экологичный накерунок. Немецкие студенты выучали аспекты реабилитации территорий потерпелых, а товары и на ЧАЭС. Всё лето работа ведется на базе факультета психологии и педагогики. Большую шастку занятков одвяли под практику. Плануется, что гости наведают специальные установы, путем ликую психиатричную больницу. И они попробуют себе у роли диагностов, понадзирают за студенной работой по психологичным и педагогичным сопровождении детей с интеллектуальной недостатковостью. У нас на факультете существует очень серьёзная школа, изучающая проблемы инклюзивного образования, работы с детьми с особенностями развития. Ведутся очень серьёзные исследования и публикации наших преподавателей известны и в Европе. Поэтому студентов немецких действительно наш опыт привлёк. Безусловно, опыт другой страны тоже немаловажен. Сирот немецких гостей – йости, практикующий социальные педагоги и психологи. Маргарита Круг до приклада уже отримала ступень бакалавра и поспела попрацовать у отделений психосамотышных расстройств в немецкой клинике. Хотелось бы узнать, отличается ли система инклюзивного образования и психологическое сопровождение детей с особенностями от подобной немецкой системы. Может быть, существуют подходы в вашей практике, о которых мы не знаем. А пошние два тытни лета студенты проведут с корыстью. Чергование практики с теорией и обмен в опытом допомогут настроиться на новый вучебный год. Евгения Кухаронак, Дмитрий Котов, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У центра уваги – дети. У Гомельской области сегодня стартовала республиканская профилактичная акция. На передании нового научного года в гандлевых центрах и универмахах з'явились специальные кутки, где супрацовники МНС, СОСВОД и Дуброхвотного пожарного товариства знакомят детей с правилами безопасности. Их учат правильным поводинам в надзвучайных ситуациях и раздают брошюры с номерами экстренных службов. В местах продажи детячих оденней сирот товаров выставили боевую экипировку выратовальников, вогнетушителей и автономные пожарные оповещальники. Кожный может примерить каску и оранжевую форму. С целью привлечения внимания общественности к проблеме детского травматизма, а также профилактике пожаров, в республике Беларусь столкнула акция в центре «Внимание дети». В процессе акции особое внимание будет обращено на проблему детской гибели и травматизма, а также на оставление детей одних без присмотра родителей. Акция будет проходить в три этапа. Первый этап будет проходить в крупных торговых центрах, где детям и родителям будут рассказаны правила поведения в быту, правила пожарной безопасности. Другий этап акции начнется 1-го вересня и пройдя во всех агульно-эдукационных установах. На школьных линейках, классных годинах и батьковских сходах выратовальники проведут профилактические лекции и суместно отпрацуют план эвакуации. Заключный этап акции отбудется с 17 по 21-го вересня у дошкольных установах. Дети убачат театрализованные постановки и тематичные мультфильмы. В Гомеле открылась персональная выстава фотографа «Небесный пес». Наблюдаю такую интересную облачную картину. Я заметил, что облака складываются в такую интересную фигуру. Они напомнили мне просто о той собаке, которая у меня когда-то жила. Мы с ней очень дружили. Такие впечатления и воспоминания достаточно теплые. Юрый Анипа у фотомастастом захопился еще в детстве. С дымать, опрацовывать пленку и друковать фотографии учился по книгах и часописах. С 2016 года он является членом фотоклуба «Максимус». Его творческие работы примали у делу широкого выстава и публиковались на специализованных сайтах. У Гомель доставили каучех с частицей моща у святой великопокутницы Параскевы Пятницы. Святыня прибыла из Италии у свято-петропавловский кафедральный собор для постоянного находжения. За межную дырегацию означали у епископ Франческа Лива, який привез реликвию с города Джерача. Гомельчане и гости областного центра, первыми в Беларуси, отрымали макчимость поклониться частицы моща у святой. Это исторически очень важное событие, потому что это не только для города Гомеля, Гомельской области, наша епархия, это для всей белорусской православной церкви. Ведь сегодня в Беларуси вы не найдете нигде ни одной частицы мощей святой великомучницы Параскевы. И эта частица мощей прибывает с Италии для того, чтобы постоянно остаться в нас, чтобы наш белорусский народ и вообще верующий человек всегда мог прийти сюда в собор поклониться святой великомучинце Параскеве. Жила будущая святая Параскева в третьем стагодзе у Малой Азии. Батьки-дзявчины особливо почитали день покут Господних – Пятницу. Тому и назвали дачку, якая народилась у гэтый день Параскевой. У перокладзе с греческой мовы гэта и означает Пятница. После смерти батьков она проняла зарок бяшлюбности и просвятила житё Богу. За адмову поклоняться паханским идолам Параскева перонесла катаванне и мучанецкую смерть. У православных християн святая заусёды корысталася особливой любовью и шанованием, як помощница у земляробчих працах и жанучших клопатах. Я наличится лекаркой душевных и телесных хвороб, заховальницей семейного добробыту. Гэтый, а так сама иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomil.by Далее у эфиры де-факто и спортивная гляда. Я с вами развитываюсь. Усяго доброго и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. ДТП с участием сразу пяти автомобилей произошло в минувшую субботу на проспекте Октября в Гомеле. Примерно в половину восьмого утра водитель Opel Vectra двигается от улицы Косарева в сторону студенческого проезда решил совершить разворот. Доехав до разрыва в двойной сплошной полосе, он приступил к маневру. В это время идущий следом водитель ровера на достаточно высокой скорости совершает обгон с левой стороны, пересекая две сплошные. После столкновения машину лихача отбросила на стоянку, где он поочередно повредил припаркованные BMW, Seat и Ford. На место аварии были вызваны сотрудники ГАИ. Ровер увезли на эвакуаторе. У остальных машин также серьезные повреждения. К счастью, никто из водителей, пассажиров авто и пешеходов не пострадал. Всего же на территории области за прошедшие дни было зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека получили травмы. В ночь на воскресенье 69-летний водитель, управляя автомобилем Volvo 960, на улице Барыкина в Гомеле сбил 35-летнего пешехода. Мужчина госпитализирован. В этот же день подобное происшествие произошло в Будокошелевском районе. В городе Гомеле был совершен наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и дорожной разметкой. В Будокошелевском районе пешеход лежал на проезжей части. На данный момент пешеход находится в реанимационном отделении, взяты биологические объекты на определение алкоголя в крови. Но не только происшествия на дорогах стали причинами травмирования людей. Три человека были доставлены в больницы с пожаров. В субботу вечером спасатели Реческого районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре квартиры в доме по улице строителей в районном центре. На полу в жилой комнате в бессознательном состоянии был обнаружен хозяин квартиры. Спасенный 1979 года рождения с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализирован в медицинское учреждение. В воскресенье спасатели Рогачевского районного подразделения выехали по сообщению о пожаре дачного дома в товариществе «Оптик» вблизи деревни Тереховка. По прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС дачатый дачный дом был полностью охвачен огнем. В результате пожара пострадал хозяин дачи, пенсионер 1946 года рождения. С предварительными диагнозами ожоги второй-третьей степени нижних конечностей, 20% тела и острая алкогольная интоксикация также был госпитализирован. Через несколько часов уже гомельские спасатели выехали по сообщению о пожаре в многоэтажке по Рическому проспекту. На лестничной клетке в подъезде был обнаружен хозяин квартиры 1964 года рождения. С ожогами второй-третьей степени спасенный был передан работникам скорой медицинской помощи. Во всех трех случаях одна из вероятных версий причины возникновения пожаров это неосторожное обращение с огнем при курении. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Белорусская команда выиграла медальный зачет международного турнира по дзюдо, который проходил в Минске. На счету белорусов три золотые и две бронзовые награды. В числе призеров и воспитанница Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств Ульяна Мининкова. Уроженка Речицы выиграла бронзу весовой категории до 57 килограммов. Всего в состязаниях в Минске приняли участие более полутысячи атлетов. В первой лиге футбольного чемпионата Беларуси смена лидера Мозырьская Славия, которая пропускала 18-й тур, опустилась на третью позицию. Ближайшие преследователи Мозыряна держали победы. Бобруйская Белшина обыграла Гранит 2-0. Столичный энергетик БГУ с минимальным преимуществом одолел Лиду 1-0. Именно минчане сейчас и возглавляют турнирную таблицу. На бал от них отстает Белшина. У Славии третье место и на одну игру меньше. Из других поединков выделим победу Гомельского локомотива над Светлогорским химиком 4-1 и нулевую ничью в Житковичах, где ЮАС принимал Новополоцкий нафтан. В турнирной таблице железнодорожники располагаются на 8-й позиции и ЮАС на 10-й. Химик на 12-м месте. В Казахстане проходит чемпионат мира по мини-футболу среди студентов. Белорусская сборная стартовала на турнире с победы. Накануне были разгромлены новозеландцы 8-1. Гоном в этой встрече отметился игрок гомельской команды ВРЗ Владислав Селюк. Ассистировал ему еще один вагоностроитель Евгений Чернейко. Сегодня белорусы вступили чехом 1-3. Единственный гол нашей сборной на счету все того же Владислава Селюка. Следующий соперник белорусской команды на групповом этапе хозяева футболисты сборной Казахстана. Женская и мужская команды гонбольного клуба Гомель приняли участие в международных турнирах в Польше. В Гданске подопечные Сергея Цыганкова сначала уступили Выбжеже, а после обыграли Щетин и заняли третье место. Команда уже вернулась в Гомель. Женская дружина принимала участие в турнире, который проходил в Любине. Подопечные Томожа Чаттера обыграли Ювенту и Заглебье и уступили Погане. Как итог второе место. После девушки начнут старт в еще одном турнире. Первый соперник польская команда Кобежицы. Также подопечные Томожа Чаттера сыграют с чешскими дружинами Баник Мост и Сокол. После этого гомельчанки вернутся в польский Любин, где сыграют еще спарринги. И 25 августа вернутся в Гомель. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.